Всем привет! Редко какая обработка обходится без пластики. Сегодня я хотела рассказать вам о том, как обходить некоторые ее ограничения. Вы знаете, что я люблю работать со слоями таким образом, чтобы можно было в любой момент вернуться практически на любой этап обработки. Вот и здесь у меня сейчас многие этапы работы вынесены, каждый на свой слой. Первый слой это штамповка. Как видите, доштампованы некоторые участки волос. Дальше целый набор, целая папка с несколькими наборами Dodgen Burn. Справка сумки, отрисовка кое-каких незначительных цветовых акцентов. Сложная маска, которая выглядит вот так, делалась через каналы, для того, чтобы нарисовать градиент на фоне, по-моему, так веселее. И вверху уже лежит цвет, но цвет особо масками не обладает. Сейчас вся эта конструкция позволяет мне вернуться и подкорректировать любой из этих этапов на любой момент. И порядок этот не случайен. Но специально для этого видео я забыла применить сюда пластику. То есть, можно, например, убрать вот этот горбик на одежде. Можно в целом кое-где по мелочи подправить форму. Что же делать? Сливать все слои? Мне этого делать совершенно не хочется. Поэтому мы с вами сейчас узнаем, как обойти это ограничение. Я сливаю все слои на новый. Делается это сочетанием клавиш Command либо Ctrl, Alt, Shift, E. И применяю пластику, как обычно. Так как я бы это делала, если бы просто решила слить слои. Когда я оказалась довольной результатом, я удаляю полученный слой. И применяю по очереди ко всем слоям, которые относятся к моей ретуши и ко всем маскам, полученный фильтр. То есть, если мы с вами сейчас сделаем дубликат background, то есть дубликат слоя. Нажимаю Command J. И после этого нажимаю Ctrl либо Command F. Он применяет то, что мы сделали в Liquify, к нашему слою. Ctrl либо Command F ко всем слоям, которые имеют отношение к нашей фотографии. Также ко всем маскам. Случайно только не сделайте два раза. Иначе будет печаль, беда. Я становлюсь на маске Dodgen Burner. И на каждую. По отдельности. Таким образом, мы применили пластику, не склеивая слои и не жертвуя возможностью продолжать нашу ретушь в штатном режиме. Надеюсь, вам помог этот урок. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Буду рада видеть всех новых подписчиков. Скоро увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok